Ну что, дамы и господа, давайте проведем интересную беседу. В компании Курочкина и Броневого появляется человек, который привык выступать на самом высоком уровне. Его авторитет в танцевальных кругах непоколебим, поэтому к нему все прислушиваются и пританцовываются. Владелец всех фуэте в нашей студии, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска», режиссер, хореограф, танцор, актер, невероятный человек, который, я думаю, что сегодня, знаешь, заставит всех почувствовать чувство ритма. Его авторитет! Продружение в нашей студии! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте всем! Понял? Томный голос, да? Хочется сразу встать возле станка, первую позицию. Аккуратненько. Это утренний голос. Так, ну, давайте тогда поговорим, о чем мы с вами встретились. Мы с вами встретились, друзья, чтобы обсудить замечательный фестиваль, который сейчас проходит. Если вы не знали, если вы не в курсе, то я вам скажу. Который сейчас, прямо сейчас, вот с 27 июля по 4 августа проходит на ВДНХ. Называется он «Вдохновение», проводится в седьмой раз. К сожалению, в прошлом году не проводился. И в первый раз я на этом фестивале представляю танец, отвечаю за танцевальное направление, являюсь куратором танцевального направления фестиваля. Но это вообще фестиваль искусств. То есть там не только танец, там и театр, и многое другое. И танец, и театр, и музыка, и перформативное искусство. Нет, кино нет, но там и без кино хватает. На самом деле, если вы посмотрите афишу фестиваля, то получается, ты можешь заходить утром на ВДНХ и поздно вечером выходить, потому что в течение дня происходит огромное количество самых разных событий, связанных с этим фестивалем. И все они бесплатные, что тоже очень важно. Например, наше танцевальное направление состоит из лаборатории, так называемая КЕТ-лаборатория. Мы ее проводили еще до... Почему КЕТ? Потому что команда Егора Дружини ее проводит. Наши ребята ее организовывают. У лаборатории три резидента. Коля Багдасарян, Виталик Савченко, Сережа СТК. Это все ребята, которые хорошо известны публике по проектам танцев на ТНТ и новые танцы. И они, помимо того, что они замечательные танцовщики, в чем у вас наверняка была возможность убедиться, если вы видели, как они танцуют. Виталик Савченко потрясающе танцует. Да, они все молодцы. Но они еще и очень хорошие педагоги и хореографы. И мы открыли регистрацию на лабораторию. Большое количество людей хотело участвовать. Мы отобрали определенные... А, вы отсматривали параллельно, правильно? Да, да, да. Причем это все бесплатно абсолютно. Ребята разделились путем жеребьевки на три группы. И вот каждый резидент, помимо того, что он проводит с ребятами занятия, помимо того, что проходят открытые мастер-классы вообще для всех... Общие мастер-классы для всех лаборантов, они еще каждый в группе в своей готовят некий перформанс, некую зарисовку, эскиз, который будет представлен публике 1 августа вместе с нашим балетом «Русский регтайм». Это так называемый вечер одноактных балетов. На самом деле это ночь, по большому счету, одноактных балетов, потому что шоу пройдет в 9 часов вечера. Сколько оно продлится? Два часа, с 9 до 11, потому что «Русский регтайм» идет там час 15, и вот эти работы тоже где-то уместятся в 45 минут. «Русский регтайм» — это наша премьера, которую мы выпустили в марте с агентством «Арт Партнер», которое возглавляет Леонид Роберман. Мы сыграли премьеру в театре эстрады, и, собственно говоря, кроме семи, по-моему, если я не ошибаюсь, представлений, больше, кроме фестиваля в питерском ТЮЗе, мы не играли этот балет. В нем принимают участие артисты Большого театра, театра имени Станиславского Немировича и Данческой, и тоже ребята, которые принимали участие в проектах «Танцы на ТНС». Это очень даже серьезно. Очень необычно, потому что балет, классический балет, неоклассика встречается на одной сцене с контемпорарией, даже с уличными направлениями. И все это обрамлено музыкой регтайма, под которую, как выясняется, можно танцевать и то, и другую. А как выбирать лучших-то, если будут показывать выступления? Должны же они быть? Вы имеете в виду в рамках фестиваля? Ну, у нас как бы нет задачи, чтобы кто-то победил. Побеждают в результате, наверное, лаборанты, потому что у них была уникальная возможность принимать участие в этой лаборатории. И не только просто там прокачаться, но еще и поучаствовать все-таки в постановочной работе. И, наверное, у публики, которые, во-первых, эти работы увидят, во-вторых, увидят достаточно громкие имена артистов, которые принимают участие в нашем спектакле «Русский регтайм». Причем как тех, которые танцуют в репертуарных балетных театрах, так и ребят, которые зарекомендовали себя недавно как... А если шанс у тех, кто как раз появился, прошел отбор, так скажем, ну, потом как-то попасть в поле зрения и принимать участие чаще? Перспективы какие? Да, ну, в танцевальном сообществе все как бы происходит на самом деле по принципу сарафанного радио и какого-то личного контакта. Ну, собственно говоря, наверное, как и везде, но только разница в том, что, например, в репертуарных театрах, там, до недавнего времени или сейчас внутри России, там, если появилась какая-то звезда, то совсем не обязательно тебе как бы смотреть, приезжать лично, хотя и это тоже бывает, но ты, в принципе, в свой театр можешь пригласить звезду хотя бы по тому, какой резонанс она вызывает у другой публики. Там, предположим, колец и скоридзе не нужно было приезжать и проходить кастинг для того, чтобы там танцевать в опере Гарнии Было бы странно, да? Вы кто? Его приглашают как солиста, там, приглашали как солиста просто потому, что он Николай Цискоридзе. В нашей, как бы, особенно, там, в танцевальном сообществе, которое имеет отношение к современной хореографии, такого нету. Все-таки люди проверяются, скажем, друг другом в работе, встречаются на мастер-классах, встречаются в постановочных работах, в каких-то коллаборациях. Там, ребята принимают участие в большом количестве всяких разных чемпионатов и конкурсов танцевальных и таким образом, как бы, узнают друг о друге наглядно, не понаслышке и приглашают в работу друг к другу. И, конечно же, становится заметно еще и в медиапространстве и, там, например, попадая в такие проекты, как те же танцы. Но мы, тем временем, хотим быть в курсе всех планов на ближайшее будущее, потому что, ну, сериалы с вашим участием мы видели, особенно «Красный пятер». Ну, ты-то как-то странно сейчас скажешь. Ну, сериалы-то мы с вашим участием видели. А что-то интересное в этой жизни будет у вас привыкать? Шикарное исполнение злодея. Я просто к тому, что, может быть, время-то вообще хватает. Особенно после, опять же, «Красный пятер», который я увидел. Ну, это классное исполнение было вот этого злодея. Может быть... Да, у меня какая-то злодейская тема в актерском творчестве должна в последнее время. И кино побольше добавить в жизнь. Ну, я надеюсь, что мы уже в этом сезоне, этим летом, снимем «Вампиров средней полосы» третий сезон. Наконец-то. Ура! Который откладывался аж дважды. По независимым от меня причинам, точно. Я был всегда готов. Мне очень нравится этот проект. Я обожаю свой персонаж в этом фильме, в этом сериале. И там тоже недобрый человек, если что. Я считаю его добрым. Ну, конечно. Просто существующим в обстоятельствах. Полгорода снес, ну, так ладно. Ну, так надо было. Для себя оправдал. Но до лета надо будет выпустить студентов, которые у меня сейчас учатся уже на четвертом курсе в Институте современного искусства в мастерской артистов мюзикла. Это самый сложный год, поэтому мы будем готовить дипломные спектакли и играть их. А Егор Дружинин жесткий преподаватель? Да нет, не сказал бы я на самом деле. Я не выгнал ни одного студента. Не отчислил ни одного студента. Ну, канифолию кидался. Нет, нет. Конечно, могу броситься иногда каким-то словом, но я надеюсь, что не обидным, и, главное, по делу. А если вдруг действительно сгоряча что-то обидное прозвучало, я всегда попрошу прощения, потому что студенты на самом деле, ну, они же ранимые существа, и потом эта обида может продлиться... Годами. Да, годами, растянуться на всю жизнь и как-то негативно повлиять на их самооценку. Поэтому я стараюсь очень сдержанно. У меня вообще есть некие вопросы с доброжелательностью. Я не очень похож на доброжелательного человека. Но там все балансирует моя супруга, которая преподает актерское мастерство. Она как раз достаточно комплиментарна, но тоже по делу. У нее не забалуешь. В феврале выпустим спектакль, я надеюсь, в Театре имени Образцова. До этого провели замечательную, интересную лабораторию, посвященную тому, как живые артисты или в данном случае танцовщики взаимодействуют с куклами в живой рост. И не мешают ли этим куклам водящие выглядеть равноправными партнерами этих танцовщиков на сцене? Будем делать спектакль без слов. Пластический спектакль. В феврале. Да, до нас, мне кажется, никто этого еще не делал. Вот балетный или, скажем так, пластический спектакль с куклами, где не куклы друг с дружкой, а куклы и люди. Мне кажется, никто за это раньше не брался. Я такого точно не помню. Да, да, я тоже. Поэтому было крайне интересно работать. Коля Багдацалян был приглашен звездой нашей вот этой лаборатории. Володя Варнава был хореографом. Театр замечательный, очень отзывчивый. Артисты творческие, очень настроенные на новое, очень инициативные, крайне доброжелательные. Атмосфера была на лаборатории. Поэтому я надеюсь, что работать в этом театре будет сплошное удовольствие. Также есть планы на то, чтобы сделать мюзикл в Театре юного зрителя в Питере. Пока что... Когда это все успеть-то? Это уже будет, наверное, все-таки следующий театральный сезон, потому что все успеть невозможно. Это действительно... Я вот сейчас вам рассказываю и думаю, господи, а когда же я все успею? Это все в один день. Это я еще... И еще вчера должно было быть. Да, да, да. Это я еще не все на самом деле, мне кажется, сейчас припоминаю. Ну и одна из наших, как бы, таких грандиозных задумок в будущем, это тоже съемки уже своего собственного сериала. Я не хотел бы раскрывать все карты в этом плане, но танцы в нем будут. Вау. Ребят, ну вы сами слышали, что график плотный, хочется, наверное, в финале нашего диалога пожелать выходного. Да, да. Еще сил, терпения, вот этого всего. Да, чтобы проснуться... Большего времени на сон. Не по будильнику, а когда вот захотелось. Ну вы меньше меня приглашаете в 9 часов утра, а тогда, наверное, это... Ну мы теперь... Здесь вам откажем, извините. Судя по графику, встретимся лет через 10. Желаю, чтобы все это, конечно, случилось, произошло и произвело фурор на всех, кто придет посмотреть. Друзья, спасибо большое. У нас был в гостях Егор Дружинин. 1 августа приходите смотреть наш спектакль «Русский рэк-тайм» и три эскиза, созданных в рамках Кет-лаборатории, в свою очередь в рамках фестиваля вдохновения. Это вы же нам, правильно? Да, конечно, ребята, я вас приглашаю. Кого еще? Кроме нашей здесь, в этой комнате, никого нет. Вообще никого нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.